В Израиле политические разборки с юридическим оттенком. Семья премьера Бенгамина Нетаньяху зачастила к Фемиде, обвиняя СМИ в клевете. Что же такого накопали журналисты и чем акулам пера грозит обвинительный приговор? Подробнее Сергей Ослендер. Супруги Нетаньяху стали участниками трех судебных процессов по делу о клевете. В одном они выступали ответчиками, а в двух других истцами. В первом случае в суд обратился бывший завхоз резиденции премьер-министра Менинов Тали с иском о признании ужасными условия работы в резиденции и о клевете со стороны Сары Нетаньяху, жены премьера. Суд завхоз выиграл и ему присудили компенсацию в 40 тысяч долларов. Теперь стороны должны сойтись в апелляционной инстанции. Во втором случае супруги Нетаньяху подали в суд на известного журналиста Бена Каспита, который в газете Маариф опубликовал статью о том, что жена премьера якобы увольняла из резиденции работников, что было совершенно не в ее компетенции. Сара Нетаньяху обвинила репортера в клевете. Одна из наиболее сильных ее аргументаций в данном деле, то что журналист не обратился в канцелярию главы правительства и не получил реакцию перед тем, как опубликовать это. То есть он не проверил свои источники информации, что должен делать журналист перед тем, как публикует порочащие кого-то сведения. Дело Каспита еще слушается в суде, а уже появился третий иск опять к журналисту. Его зовут Игаль Серне. На своей странице в фейсбуке он написал довольно странный случай. Якобы в марте этого года на шоссе номер один внезапно остановился правительственный кортеж. Из публикации журналиста проиллюстрированные фотографии Сары Нетаньяху следует, что из машины вышел один высокопоставленный, влиятельный и тщательно охраняемый мужчина. Вышел вынужденно по просьбе рассердившейся на него женщины. Как следует из этого поста, речь идет о Бениамине Нетаньяху, который перед этим крепко поругался со своей женой. Дело дошло до суда. Журналисты опять обвинили в том, что он не проверил информацию, обвинили в клевете, даже несмотря на то, что это было опубликовано всего лишь в соцсети. Чем больше народу видели это, тем сильнее наказывают клеветника. Соответственно, иногда фейсбук, допустим, журналистов и других знаменитых людей настолько посещаем, что он, в принципе, приравнивается к СМИ, если даже не обгоняет их. Поэтому, неважно, каким образом была клевета, важно то, чтобы был факт клеветы и какие-то третьи лица слышали ложную информацию. Закон о клевете в Израиле достаточно суровый. В соответствии с ним клеветник должен возместить ущерб, нанесенный ложной информацией. Но поскольку чаще всего этот ущерб доказать очень сложно, то закон предписывает наказывать виновного штрафом от 10 до 30 тысяч долларов. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль.